Всем привет, с вами Мега Сириус 12, как всегда, и мы продолжаем проходить игру Корсара 2, Возвращение в Москву Легенды. Ну и как вы помните, в прошлой части мы взяли задание убить посла. Так, давайте я сразу убавлю звуки. По-моему, меня просили убавить звуки этого, эффектов. Ну вот так, наверное, оставлю музычку чуть-чуть. Вот так вот, наверное. Вот, всё. Не знаю, слышны ли вам сейчас звуки игры, но думаю, зато меня будет слышно без проблем. А это, наверное, всё-таки важнее. В общем, как вы помните, нам надо убить посла. Он находится на Пуэрто-Рико. Я сейчас не буду вырезать. Покажу вам, где это находится. Хотя тут, в принципе, самому легко найти, но так уж и быть. Вот Пуэрто-Рико. Но тут надо немного грамотно подойти к этому делу. То есть не просто притярил, пошёл в таверну, узнал, где мужик, убил. Сел на корабль, приплыл, ну, вернулся обратно, приплыл, получил награду. Нет, тут такого не будет. Здесь надо грамотно подойти к этому делу. Так. Сейчас я вспомню, куда мне надо. Берег Сан-Марко? Нет. Причаливаем на устричном пляже. В порт не идём ни в коем случае. Именно на устричном пляже. Причаливаем. Ну, почему в порт не идём, вы сами сейчас поймёте. Так, ну, теперь, как вы понимаете, наша задача через джунгли пройти до города. Так, ну, я чуть-чуть времени прибавил. Если кто не помнит, время прибавляйте на нумовской клавиатуре, которая справа, где цифры. На плюс или минус. Ну-ка. Блин, какой видок, а. Напоминаю, игра 2003 года. Вот, посмотрите, какая красота. А, умели же раньше делать. Причём игра наша, не зарубежная. О, гопнички, понятно. Ну, тут уже кому как повезёт. У кого-то они будут, у кого-то нет. Поэтому тут как повезёт. Ну, в моём случае они есть, но никакой проблемы я в этом не вижу. После катакомб мне это вообще уже не страшно. Так, забираем. Ну, всё, брать не буду. Возьму самое ценное. Чё у меня вообще есть? Кольца всякие есть. Так, извините. Блин. Так, собачку я выложил. Если кто не понял, я выложил её, потому что она даёт минус 10 к авторитету, а это не есть хорошо. Так, виноградик возьмём. Больше я у него ничего брать не хочу. Так, и второго надо как-то... А, у него ром. Ну, ладно. Ладно, возвращаем время обратно. Дальше у нас развилка. Направо не идём. Там мы придём совершенно в новую локацию Дез Мойнос. Ну, новый город. На Исламуле, как вы помните, никаких городов не было, кроме основного. Но туда нам не надо. Сейчас мы поворачиваем сюда, но... Эта локация будет наносить странное название, что меня в первый раз сбило, и вас, возможно, собьёт с толку. Но не пугайтесь. Видите, она называется Бухта. Она действительно Бухта. Понимаю, глупо звучит, но всё же. Но на самом-то деле, именно она ведёт нас к Исламуле, к выходу. Ну, или ко входу, смотря как... С какой стороны подойти, в буквальном смысле. Так, ну что-то, мне кажется, совсем тихо звуки игры стали. Музыку и звуки я даже еле слышу. Вот так музычку, и вот так эффекта с диалогами. Вот. Получше должно быть слышно. Но если всё-таки меня будет плохо слышно, говорите. Тогда уж убавлю. Просто меня и так уже просили убавить. Так, заходим. Всё. Ну, здесь он называется Сан Хуан. Но так-то это Исламуле. Запоминайте, где выход. Так, а вот здесь музычка громко играет, слушайте. Ну, благо тут проблем с убавлением и прибавлением звука нет. Всё делается быстро, можно тупо играться. Так, ну запоминайте, где находится выход. Как туда бежать? Ну, настоящий Ассасин Крит. И запомните, куда сейчас подбегу. Так, где? Это не то. Блин, где она? Таверна. Вот таверна, запомните. Мы повернём туда, побежим туда, к выходу из города. Ну да, Сан Хуан, ну, блин, как сказать, со всей грамотностью подошёл к этому делу. Вы сейчас сами поймёте почему. Я рад вас видеть у себя. Так. И сейчас мы начнём спрашивать про порошок мумия. Кстати, давайте виноград. Бутыльку. Мальтийский меч продадим. Чё бы ещё продать. Одну склянку можем... Фу-то, я три продал. Ну ладно, пофигу. Эти можно одну штуку продать. Эту, наоборот, лучше купить. Пули есть. Так, лишняя подзорная труба не нужна. Ну, карты я не трогаю. Так, я не знаю, слышали ли вам телефон звонит, но... Не надо отвлекаться на эти звуки, короче. Позвонит и перестанет. Так, чё ещё хотел продать? Так. Бутылка Рома. Бутылку Рома купить, оставить. Ага, вот, обычный кирас есть. Но у нас нет навыка её носить. И она снижает всего 10%. И самое страшное, она весит 30 килограмм. Какой пёртый телефон. А, блин, порошок мумии. Я забыл про порошок мумии. И как настойчиво он звонит. Так, а где ещё одна карта? Я только что карту покупал. Всё. Отзвонился. 20 тысяч карта стоит? Не, ну за тысячу, что я, конечно, куплю. Это ни о чём, но 20. Ладно. Весь набор карт подождёт, я думаю. Надо бы на цену внимания начать обращать. Так, давайте спрашивать про порошок мумии. Но тут действует такая система. Точно так же, как и в корсарах город потерянных кораблей. Нам надо донимать торговца. Вот мы, соответственно, спрашиваем. Он говорит, не встречал. Мы опять с ним говорим. Он опять ничего не встречал. Короче, надо доставать его до последнего. Короче, он нам говорит, что больше нам продавать ничего не будет. Дел не имеет с нами. Заткнись. И это... Всё. То есть у него действительно нет. Они с первого диалога никогда вам не отдадут порошок мумии. Надо их доставать. Вот этого мы тоже достаем. Достаем всех. Да блин, и что такое? Синьор, я рад вас видеть у себя. Среди моих товаров вы найдёте всё, что вы не торговли. Всё, больше он с нами тоже дело иметь не хочет. Так, ну давайте ещё сходим в порт. Там тоже есть торговец уличный. По-моему, вы сломули больше нигде нет торговцев уличных. А вот ещё один стоит. Давайте вообще посмотрим, что у него есть. Не хочу я торопиться с этим убийством. Три товары лучшие на всё мост. Кстати, всё-таки я решил ещё пуль до 40 закупить. Ну, камни и цацки всякие я пока не хочу продавать. Так, тумарин. Ну давайте тумарин продадим. Килограмм весит. А, ром. Ну, ром оставим, он дёшево стоит. Карты Спаньёва. Нет, за 6 тысяч дорого. Всё лучше в качестве, сэм. Хорошо, кумия нет. Уберёмся. Да блин, за что такое? Всё, что пожелаете. К чему он вверх переключается? Всё, что пожелаете. Вопрос только, как много вы готовы заплатить. Чёртовы поставщики вечно норовят надуть. Ну вот, взятокис. Всё, он нам ничего продавать не будет. Ну, не факт вообще, что в этой колонии этот порошок может быть в другой. Может быть даже не в испанской. Как знать, будем искать. Но, как я уже сказал, надо их проверять сразу. По мере прохождения. Квест-то лучше выполнять, как бы, побочно, наравне с этим, с чем-то другим. То есть, просто вы поплыли по квесту, заодно и поговорили с торговцами. Кстати, вот этот мужик квестовый, но у нас нет крысобога, поэтому пока с ним разговаривать смысла нет. Чем я могу вам помочь? Так, давайте сначала посмотрим, что у тебя есть. Ну, может, что-то интересное всё-таки у них есть, хотя я сильно сомневаюсь. Карта Сан-Мартин. Ну, хоть карту купим, то хорошо. Она тут тысячу всего стоит. Ну, тысячу четыреста почти, но разницы никакой. Так, слушай про порошок мумии, ничего не знаешь. Да блин, ну почему он вверх переключается? Ну, задолбало. Всё, больше он сами дело иметь не хочет. Так, давайте посмотрим, подумаем, куда нам ещё стоило бы сходить. Давайте сначала в магазин сходим просто, поторгуемся. В магазине порошки мумии искать смысла нет. Но можно просто посмотреть, что у него есть. Может быть, ещё карта дешёвая какая-нибудь. Так, вот какие-то две карты. Тысяча шестьсот, тысяча двести. Но купим их. Чем раньше мы их соберём, тем лучше. Взгляните на мой товар, сеньор. А, да, я же корабль не в порту причалил на корабле. Он нам ничего не продаёт. Ну всё, тогда хорош отвлекаться, идём в таверну. Я немножко процесс буду затягивать. То есть, серия вот эта будет покороче. Только вот этот квест выполним про убийство. Ничего больше выполнять не будем, а то я как-то слишком быстро начал снимать. За три серии уже прошли под пиратским флагом, считайте. Ну ещё не прошли. А, ну под чёрным флагом. Ну, тут всего три квеста. То есть, их не до конца прописывали, я уже говорил в прошлых сериях. Ну ладно. Спрашивали таверочка. Заходите к нам чаще, сеньор. У нас тут всегда весело. Ну, тут одно дело есть. Так, ищу француза. Он не появлялся. Да, он у меня снимает комнату. Хорошо, теперь идём в комнату. Но прежде чем мы с ним поговорим, обязательно сохранимся. Потому что мужик этот очень, очень хорошо дерётся на саблях. А потом ещё нам придётся с охраной разбираться. Но охрана-то, хоть и охрана, и валит численностью, но она по-прежнему охрана. Вот этот мужик офигенски дерётся. Так. Он нам предлагает 20 тысяч франков. Я не знаю, сколько это в пиастрах, но, скорее всего, это также будет 20 тысяч пиастров. Но если мы так сделаем, мы кинем береговое братство. Поэтому отказываемся. Быстро замедляем время и начинаем атаку. Как видите, здоровья у него мало. Но его атаки... Так, ну почему-то сейчас его атаки слабо наносят. Чё-то он слишком лёгкий был. Но до этого, я вам честно говорю, он меня гасил с парочки ударов. Блок пробивал и убивал быстро. Сложность у меня была та же. Но в этот раз то и зло. Не люблю французов и испанцев. А вот теперь нам надо разобраться с охраной. Они так-то ни о чём. Удары у них слабенькие. Но, как вы видите, они нас окружили. Но у нас мощный пистолет. И удары они наносят слабые. Поэтому мы легко отбиваемся. Но сложности-то не в этом. Сложности сейчас начнутся в другом. Как вы понимаете... Так. Где нужный мне трупак? Так. Так. Вот какой-то трупак. Но... Я ещё одного не обыскал. Но так уж и быть, наверное, пофигу. Так. Теперь, наверное, давайте захилимся. Ромом, пожалуй. Не, виноград. Раз есть виноград, хилимся виноградом. Так. Ну, двух виноградинок вполне хватило. В общем, в чём сложности? На нас ополчится весь город. Но... В городе это ещё не так страшно. Но если вы причалили на корабле в порту, то вас начнёт обстреливать форт и та эскадра, которая находится около порта. А как вы помните, там было немало люгер. Футлюгер. Линкоров и военных кораблей. То есть, шансов выйти из порта живыми у нас не было бы. Поэтому-то я и причалил в джунглях. Потому что через порт нам не уйти ни за что. Даже если бы у нас был мощный корабль... Блин, насморк. Ну, не насморк. Так, нос забит слегка. Хора меня лупить за... Блин, одним ударом 3 хп сняс. Офигеть. В общем, в чём смысл? По этому квесту просто обязательно причаливайте в джунглях. На устречном пляже, по-моему. И идите через джунгли в город. Вот это самое главное, что вам поможет. Ну и запомните путь быстрого отхода. Так, использует. Ну а я опять же хилиюсь виноградом. Чё у меня ещё? Ещё виноград есть. Ну, почти захилились, так что не будем тратить. Так, навыки. Вот морской навык скоро дадут. Эти не скоро, этот тоже не скоро уровень. Ну ладно тогда. Хоть морской навык. Так, давайте-ка включим ускорение, а то мы так долго можем бежать. Блин. Извините. Как всегда, я недавно проснулся. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Ну вот единственный минус, да, бежать далековато, но так уж и быть. Кстати, если вкратце, ну, пока бежим. Если перечислять, то какие квесты тут вообще есть? Большинство тут просто перенесены из ГПК. По-моему, 2-3 квеста есть от самих разработчиков, то есть совершенно новые, в которые вы ещё не играли. Если вы не играли в этот аддон. И, по-моему, парочку квестов осталось от оригинальных Корсаров 2, но не оригинальных квестов, не сюжетных, а побочных квестов. Ну, как пример, спасение дочери Тофа. Правда, вместо сабли нам дадут Кочергу. Такой небольшой спойлер, но, блин, Кочергу, вы представьте вообще себе. Потом остался квест Странные вещи творятся на Архипелаге. Ну, этот квест многие признали лучшим в Корсарах 2 из побочных. Некоторые его даже считали намного интересным, чем самая основная сюжетная линия. Далее, ну, раз остался квест Странные вещи творятся на Архипелаге, как вы помните, чтобы его полностью пройти, надо помогать церкви. Поэтому ещё остался квест Помощь церкви. Ну, и, по-моему, ещё парочку каких-то квестов. Может, я не помню точно, но не все. Точно помню, что не все, только часть. Но самое интересное, они оставили. Это, несомненно, плюс мы обязательно снимем. Как вы помните, я в своём прохождении Корсаров 2, два с лишним года назад, даже, можно сказать, почти три года назад, не снимал этот квест, потому что у меня игра там без патч, без патча была, и у меня глюканул сейф, точнее, глюкануло моё прохождение. Я не смог взять тот квест, поэтому я его не смог тогда пройти в своём прохождении. Поэтому будем наверстывать упущенное, если честно, я тоже этот квест у меня самый любимый в Корсарах 2. Конечно, я не считаю, что он лучше, чем основная сюжетная линия, но наравне, как минимум, потому что мне квест тоже понравился. Обязательно его пройдём в этом прохождении, но позже. Так, сейчас что у нас? У нас команда не коснулась. Да нет, всё нормально, мы не воевали. Триумф. Давайте сходим в магазин. Поторгуемся ещё немножечко, и потом пойдём, сдадим квест, закончим часть. Может быть, часть будет маленькая, не знаю, сколько по времени. Скорее всего, где-то минут 20. Ну, правда, не знаю, не засекал. Но, надеюсь, вас это не расстраивает. Просто хочу растянуть, а то мы очень быстро начали как-то снимать. Так, ну, Ром оставим виноград. Пусть будет, им хилиться прикольно. Когда маленькие раны, не сильно много надо захилиться, самое то. Так, раскрашенный горшок продадим. Хотите больше на вазу или даже на тарелку, похоже. Так, карта Испаньола. Нет, карта Испаньола у тебя дорого стоит. Давайте ещё посмотрим, что он так продаёт. Картичечка как-то маловато. Вот, вот так нормально. Пороха тоже маловато. Хотя бы 200. Так, ну, давайте купим ещё провизии. Оружие чутка. Лекарства. Ну, до 200 давайте. Ой, нет, это много, вот так хватит. Ещё парусинки. Так, ну и тут можно десяток досок или досок. Бургос. Это название нашего корабля? Офигеть. Так, Рома немножко купим. А у нас ещё Рома остался, ну, нифига себе. Так, я хотел 21 купить, чтобы по-ровнему. Вот, вот так и ещё один. И, по-моему, у нас больше ничего нет или просто товары какие-то контрабандные. Он не покупает, хотя нет, это пиратский остров, он здесь всё покупает, здесь контрабандных товаров нет. Так, кстати, как у нас с нациями отношения? Ага, я со спанией ещё не померелся. И, по-моему, у нас сейчас это... Блин, зачем автоярно пришёл? Надо к этому квест сдавать. По-моему, у нас сейчас всё-таки врагами пирата станут после прохождения. Увы. Но, хоть надо, хоть с кем-то воевать. Француз мёртв, правда, возникли некоторые проблемы, но я их уже решил. Он мёртв? Прекрасно, вот твоё золото. Больше заданий для тебя нет, и в скобках. Не дописали ещё и авиартура разработчиков этого мода. Очень жаль. Всё, квестов больше нет. Неужели вам совершенно абсолютно нечего делать, кроме как приставать ко мне? У, джек, потому что у этого чувака тоже нет. В журнале у нас квест уходит в архив. По чёрным флагам. Всё, француз мёртв, можно доложить. Не знаю, скупаем, тысяч 10 мне дали? Нет, меньше. Мне дали там тысяч 6 или даже 5 от силы. Ну, ладно. Давайте посмотрим, кстати, пираты как. Нет, они с нами в ладах пока. Ну, не знаю, может, потом. В любом случае, рано или поздно они нам врагами станут, потому что по квестам, по-другим, нам придётся воевать с пиратами. Так, ты кто? Нет, играть с тобой я не хочу. Ты, походу, офицер. Боцман, сколько ты хочешь? Нет, много просишь, да и боцман мне не нужен. А у тебя можно офицера нанять? Нет. В пиратской товарне нельзя заказать. В пиратской товарне нельзя заказать себе офицера нужного. Ну, там выбрать штурман, боцман. Старпом. То есть, угы. Желаете стать уважаемым донимом? Снова понадобились услуги, Джек. Да. Такова жизнь пирата. С Испанией я бы хотел помириться. Он просит 6 тысяч. Но я согласен. Можете спокойно отправляться в плавание. Всё будет улажено в кратчайшие сроки. Ну, мы с ними во врагах, потому что мы сейчас убили посла у них там в городе. Но за 6 тысяч мы исправили это. Мы опять со всеми в ладах. Ну, всё. Я думаю, на этом можно закончить мою серию. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующих сериях. Надеюсь, вам всё понравилось. Ставьте лайки, комментируйте видео. Это всё стимулирует снимать видео почаще и как можно качественнее. Также почаще сохраняйтесь. Это всё вам сбережёт ваши нервы и ваше время. И мне посоветовали сейвиться на отдельные сохранения. То есть не перезаписывать, а новые создавать. Потому что сейвы могут кикнуться. Так, ну и как я часто говорю, возможности делайте запасные сейвы. Это всё сэкономит нам время и нервы. Да, проверено. Всё, сохранились. Ну, ещё раз спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам всё понравилось. Так, кстати, ссылка на этот аддон есть в описании к видео. Там вы можете скачать. Также есть ссылка на сайт по всем Корсарам. Там вы можете найти много полезной информации, если у вас возникли сложности. И вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка также есть в описании к этому видео. Там вы можете просто пообщаться, узнать последние новости. Либо задать свои вопросы мне. Ну и всё, я на этом с вами прощаюсь. Ещё раз спасибо, что смотрели. Увидимся. До скорого. И не болейте. И если хотите помочь моему каналу, то, пожалуйста, кликайте на рекламу. Этим вы мне поможете. Но я никого не оставляю. Просто по желанию. Ладно. Ещё раз спасибо. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.